Ребята, привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем привет! Мы продолжаем отдыхать на острове Фукуок. И сегодня в нашем видео вы увидите музей истории Фукуока, как снять байк и сколько это стоит, а также обзор пляжа Онг Ланг Бич. Погнали! Всем доброе утро! А наше утро начинается в кафе Су-кафе под названием. И мы заказали такое небольшое блюдо, жареное мясо с яйцом. К нему подали свежий хлеб и заказали ореховый кофе со сливками. Выглядит очень аппетит. Друзья, на острове Фукуок не так много достопримечательностей, особенно музеев. Но все-таки два есть. И мы сегодня в одном из них находимся. Это музей истории острова Фукуок. О нем очень мало информации в интернете. Поэтому мы сейчас зайдем и посмотрим, что же там есть интересного. Так, ну администратор Накаси нам сказала, что музей находится, точнее музей состоит из пяти блоков. Вот мы сейчас находимся в первом блоге. Четыре блока исторических. И последний блок это у нас обзорная площадка. Ребят, как вы думаете, что это? Это что, динозавр или птица такая огромная? Никакого описания нет. Что это? Непонятно вообще. Ути-кути какой ты хорошенький. Какие у тебя большие черные глазки. Какой ты милый и неживой. Ну и мы в визженной комнате высокопоставленных личностей. Если судить по этим фотографиям. Не совсем понятно, что это. Но можем утверждать, что это было две с половиной тысячи лет назад. А вообще интерьер как будто бы находишься в пещере. Мы в комнате, которая посвящена тюрьме, находившейся на фукулоке. Кокосовая тюрьма. В позже выпусках вы у нас, кстати, увидите об этой тюрьме подробнее. Здесь мы можем видеть старые банкноты и монеты, которые раньше использовались на острове. Кстати, сейчас монет нет. Только бумажные денежки. О, а вот и ты. Поднимаемся на последнюю зонную площадку. Вот такой вид открывается с обзорной площадки музея. Красота! С одной стороны море, с другой стороны джунгли. Немножко хотим подвести итоги наших впечатлений, так сказать, об этом музее. Стоит ли, по нашему мнению, приходить сюда? Можем сказать, что здесь мы не встретили ни одного человека. То есть вы можете гулять, смотреть, заходить на обзорные площадки, делать красивые фотографии. Никто вам не помешает, никого здесь нет. Экспонаты. Как тебе экспонаты? Экспонаты, с одной стороны они интересны, но о них нет никакой истории в этом музее. То есть вы можете просто догадываться. Есть какие-то надписи? История есть, но на английском языке только заголовки. А все остальные какие-то более глобальные. Да, это уже ваши догадки, так сказать. Либо каждый экспонат смотрите, залазить в гугл, смотреть описание. Да, но в целом, в целом, в целом красиво, никого нет, прекрасные виды. Поэтому... Ну и достаточно интересно познакомиться с первобытной историей этого острова. Этому музею мы ставим твердую четверку. В принципе здесь красиво. Виды просто невероятные. В этом месте мы арендовали байк. В общей сложности получилось на 12 дней. Для нас это первый опыт аренды мотобайка. Ну, пока тфу-тфу-тфу. Все без каких-то проблем. Поэтому мы вам сейчас расскажем про сам байк, как на нем управлять. Ну и в целом, можем сказать, что без байка на... Ну, на фукулоке так точно делать нечего. Пытайтесь, пробуйте. Это несложно. Это несложно. Это как велосипед, только немножко потяжелее. Для того, чтобы арендовать байк, у нас взяли паспорт за залог. Через 11 дней, соответственно, нам вернут. Потому что мы сейчас на 11 дней берем. Заплатили мы, значит, миллион сто. Это получается по сто тысяч донгов в день. Оформляет вот такой условный договор. Но, надеемся, нам он не пригодится. А сам байк, который мы арендовали, вот он, наш красавчик, наша красная Yamaha. Как мы и планировали, мы начинаем обзор байка нашего. Нам досталась Yamaha. В моделях я не силен. Но, судя по всему, 125 кубиков. Что можно сказать? Ну, багажник давайте посмотрим, значит. Открываем, поворачиваем налево. Открывается багажничек наш. Багажничек у нас обширный. Сюда спокойно влезают два шлема. Либо, когда мы надеваем шлем, мы сюда кладем наш квадрокоптер. Все это дело закрывается. Управлять, как оказалось, несложно. Хоть это и наш первый опыт, но ничего сложного нам не показалось. Надо сначала его завести и включить. Оп, включаем. Включаем наш байк. Все загорается. Нажимаем ручки тормоза. Нажимаем кнопку газа. Байк пытается завестись. Немножко подгазовываем. Убираем педаль снизу. Ну и все, можно ехать, друзья. Не забудьте достроить зеркала. Надеть шлемы. Это, прежде всего, ваша безопасность. Погнали! 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 Мы поезды до первого нашего пляжа! Называется Онглэнг бич. Посмотрим, какое на себя. вот такая красота друзья мои на первом пляже что куда пойдем в какую сторону друзья вот так у нас хрустит песок как снег зимой ну что ж вода очень чистая прозрачная никакого моха нет ни муха ни медуз ни людей приезжайте на этот пляж вы просто не пожалеете водичка шикарная все чистенько отличный пляж его мы вам рекомендуем ставим твердую пятерочку пять из пяти холодный освежающий кокос обалдеть кайф просто и и и Субтитры сделал DimaTorzok Если вам понравилось наше сегодняшнее видео, ставь лайк И не забывайте подписываться на наш канал А также участвуй в нашем конкурсе репостов в группе ВКонтакте И получай призы и подарочки Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!